Снова запах горящих шин. Как рада обманула Зеленского. Президентские выборы на Украине. Снова запах горящих шин. Как рада обманула Зеленского. 8 часов. AP Photo. Ukrainian Parliament Press Service. Андрей Айнастеринко. Избранного президента Украина Владимир Зеленского. AP Photo. Ukrainian Parliament Press Service. Андрей Айнастеринко. Москва. 23 мария новости. Антон Лисицын. Глава администрации президента Украины Андрей Богдан предложил провести референдум о мирных договоренностях с Россией. Хотя Киев и Москва не находятся в состоянии войны. О чем собираются спрашивать украинцев, Богдан не уточнил. Вероятно, пока его больше занимает внутренняя политика. Лидеры фракцию Верховной Рады пообещали Зеленскому поддержку при голосовании по закону о выборах. И обманули. А спикер парламента Андрей Поруби вообще пригрозил третьим Майданом. Кто такой Андрей Богдан? Главу администрации президента Андрея Богдана называют личным адвокатом олигарха Игоря Коломойского, которого считают патроном Зеленского и серым кардиналом украинской политики. У Богдана есть опыт работы в правительстве. Он был заместителем министра юстиции, уполномоченным Кабмина по вопросам антикоррупционной политики. В 2014-м Богдана уволили из правительства и он стал советником Коломойского, в то время губернатора Днепропетровской области. После того, как последний лишился поста, Богдан перешел к частной практике и начал работать как адвокат-олигарха. Позже юрист вошел в штаб Зеленского, продолжая при этом часто летать в Теляви в Коломойскому. Олигарх, комментируя такое совмещение работы Богдана, заявил однажды, он прежде всего мой адвокат. РИА Новости, Стрингер. Андрей Богдан. Капитуляция перед Россией. Инициативы Богдана не добавляют ему симпатию и в политическом истеблишменте. Он, например, заявил, что Киев рассматривает вынесение на референдум вопросы о заключении мирных договоренностей с Москвой. При этом Богдан не пояснил, что именно предстоит выбрать на всенародном голосовании украинцам и о каких договоренностях с Россией идет речь. Ведь обе страны не находятся в состоянии войны. Москва постоянно подчеркивает, что конфликт в Донбассе внутри украинское дело. К тому же план восстановления мира на юго-востоке Украины давно существует и принят всеми сторонами. Это Минские соглашения. Но сначала Киев саботировал многие положения этого документа от обмена пленными до прекращения огня, а потом закрепил отказ от исполнения договора юридически. В 2018-м был принят Радой и подписан Порошенко закон о реинтеграции Донбасса, который, по сути, обязывал украинские власти нарушать Минские соглашения. Фото, пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко на заседании военного кабинета в Киеве 20 февраля 2018 года Фото, пресс-служба президента Украины Президент Украины Петр Порошенко на заседании военного кабинета в Киеве 20 февраля 2018 года Почему профессиональный юрист начинает не с приведения в порядок законодательной базы, а с разговоров о референдуме? Вполне возможно, что новой администрации надо иметь аргументы в споре с националистами и политической элитой. Любую попытку исполнения Минских соглашений те рассматривают как предательство. Аргумент народ устал от войны. И, наверное, единственное основание для нового президента запустить мирный процесс. Косвенно это подтвердил и сам Богдан. Чтобы не какой-то политик принимал решение, которое раскалывает общество, а чтобы сам народ, само общество приняло решение, подходят ли те или иные договоренности, объяснил он свою инициативу. Лидер радикальной партии Олег Ляшко предсказуемо назвал предложение Богдана предательством. В том же духе на слова Богдана отозвался и спикер Рады Порубей. Рекомендую президенту Украины и его команде хорошо изучить уроки украинской истории и не искать пути капитуляции перед Россией. CC by 4.0 Администрация президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с руководством Верховной Рады и лидерами парламентских фракций и групп. 21 мая 2019 Пока старая команда дала понять, что не оставит свои кресла без сопротивления. Порубей заявил, что указ Зеленского о распуске парламента может быть обжалован в Конституционном суде. Тревожно, что гарант Конституции Украины начинает свою деятельность на посту с грубого нарушения основного закона. Плохой знак, сетовал он в социальной сети. Позже Порубей прозрачно намекнул на возможность третьего Майдана. «Вы думаете, что это в воздухе запах реванша? Принюхайтесь! Это запах горящих шин! Реванш не пройдет!» Написал спикер Рады в своем твиттере. Реваншем он назвал попытку отстранить от власти команду Порошенко. Новый президент тем временем попытался убедить депутатов принять новое избирательное законодательство, предусматривающее отмену мажоритарной системы. Когда побеждает кандидат, набравший большинство голосов в округе, при пропорциональной системе голосует по партийным спискам. Мажоритарка, как полагают в штабе Зеленского, выгодно некоторым уже избранным депутатам якобы те, обладая финансовыми ресурсами, могут пойти на подкуп избирателей. Богдан прогнозировал, что парламент без восторга встретит предложение Зеленского. Будет ли достаточное количество голосов под этот законопроект? Большой вопрос. В Раде значительное количество мажоритарных депутатов. Но у нас есть оптимизм, осторожно высказался глава администрации президента. Сомнения Богдана были оправданы. 22 мая Верховная Рада отказалась не то что голосовать за новый законопроект, а даже включить его в повестку дня. Вместе с этой инициативой народные избранники прокатили и предложение изменить систему государственных закупок. Парламентарии просто обманули Зеленского и его команду. За день до голосования на встрече с новым президентом лидеры фракции обещали учесть мнение главы государства. Все присутствующие на консультациях согласились идти на выборы, восприняли эту инициативу президента и согласовали общую позицию всех фракций, чтобы завтра рассмотреть изменения к закону о выборах, рассказывал накануне об итогах встречи Богдан. РИА Новости, Стрингер – депутаты от Радикальной партии Олега Ляшко на заседании Верховной Рады Украины. РИА Новости, Стрингер. Депутаты от радикальной партии Олега Ляшко на заседании Верховной Рады Украины. Где брать деньги? Неопределенностью новой команды и в кадровом вопросе. Глава Кабинета министров Владимир Грайсман уже объявил о намерении подать в отставку. Судя по комментариям в Раде и администрации президента, так премьер-министр постарался насолить Зеленскому. Еще одна версия Грайсман подставляет нового президента перед переговорами с Международным валютным фондом. Глава администрации Зеленского заявил, что разгадал маневры Грайсмана. Есть такое желание у старых должностных лиц, которые ментально стары, а не по возрасту, максимально сбросить возможные проблемы на президента Зеленского, причем в первые же дни, сказал Богдан. Киевский адвокат Татьяна Монтян в комментарии РИА Новости отмечает, что невозможно оценить с юридической точки зрения инициативы администрации Зеленского. Это пока просто болтовня. Вопросы не сформулированы, и говорить ни о чем. Зеленский заявил, не мы начали эту войну, а кто ее начал. Не Турчинов, исполняющий обязанности президента Украины в 2014-м. Александр Турчинов, примечания редакторов, нет. А с другой стороны, что ему сказать дорогой общественности? Мы миримся с Россией. Понятно, что мириться ему придется с января 2020-го. Не будет договора о транзите газа из России. Откуда он газ возьмет? Из Вашингтона ему на танкерах жиженый газ привезут? И самый главный вопрос, где брать деньги на референдум? Праздник народного волеизъявления стоит моря денег, описывает юрист ситуацию и сама подсказывает выход референдума можно совместить с парламентскими выборами. РИА новости, Стрингер. Инаугурация избранного президента Украины Владимира Зеленского. Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник отмечает, что заявленный референдум рассчитан скорее на внутреннюю аудиторию. Цель в том, чтобы закрепить в общественном мнении легитимность мирного решения конфликта. Как бы ни был выгоден мир Украине, жителям Донбасса, без социальной поддержки этого решения мирные инициативы будут торпедироваться радикальными группами, говорит эксперт. Отказ депутатов рассматривать предложение Зеленского о смене избирательной системы Бортник считает первым серьезным поражением нового президента. Идея была заранее обречена на неудачу. Почему ее все-таки предложили ради? Возможно, сказался недостаток политического опыта. Эта ситуация продемонстрировала, что Зеленскому все-таки придется договариваться. Либо просить избирателей рассудить его с оппонентами. В любом случае конфликт нового президента и старой системы только обостряется, заключает эксперт. Редакция направила запрос главе администрации Украины Андрею Богдану с просьбой прокомментировать его заявление референдуме по поводу мирных договоренностей с Россией. На момент написания материала ответ на запрос не поступил. Продолжение следует...